Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа с большой буквы. В студии ведущий Александр Гурарье и на связи с нашей студией израильский политолог, дипломат Экспосов Израиля в России и Украине Цви Маген. Цви, добрый вечер. Добрый вечер. Цви, минувшая неделя ознаменовалась визитом в Израиль первого высокопоставленного чиновника новой американской администрации, министра обороны Соединенных Штатов. И переговоры продолжались два дня. Очень кратко, очень скупо дали информацию о том, что же там происходило. И в своем выступлении на пресс-конференции министр обороны Соединенных Штатов ни разу не упомянул Иран. И в то же время мы наблюдаем обострение ситуации. Мы говорили об этом. То есть это атаки на корабли, это взрыв на ядерном комплексе по обогащению Ирана, который уже... Иранцы сразу, конечно, заявили, что это Израиль. И сейчас, в общем-то, Израиль уже сильно тоже это не отрицает. То есть взрыв серьезный. И последнее, буквально пару дней назад, очередная ракета долетела до израильского грузового судна. Правда, не принесла ему серьезных повреждений. Даже не был пробит борт. То есть это то, что называется, опять обозначили действия, но для того, чтобы не накалять ситуацию. Так вот, как вы считаете, стоим ли мы все-таки на пороге обострения? Потому что и переговоры по ядерной программе ни к чему не приведут. Что будет делать сейчас Израиль? То есть вот этот вот обмен ударами, мы видим, он пошел уже по кругу. Что дальше? Ну, если вы начали с американцев, то следует, наверное, ответить сначала на позицию Соединенных Штатов по этим вопросам. Перейдем к Ирану. Если суммирово, то обстановка достаточно новая и сложная. В принципе, Соединенные Штаты Израиля являются, являлись ли, стратегическими партнерами, союзниками. И по многим вопросам их действия были скоординированы, и политика естественна. В последнее время, во время новой администрации Байдена, практически формально отношения не изменились, но существуют разногласия. Они результат вообще принципиального подхода администрации Байдена ко всем или многим внешнеполитическим вопросам. Мы еще, наверное, дойдем до Европы, России, Китая и так далее. По всем вопросам они пересматривают политику Соединенных Штатов, ее позиции, может выстраивают ее заново, может просто сверяют, как говорят, часы, и ничего нового там не будет. Это же и касается в какой-то мере вопроса не непосредственно Израиля, а именно Ближнего Востока, Ирана в частности и так далее. Естественно, Израиль здесь присутствует. И поэтому уместно задать вопросы, есть ли разногласия между Соединенными Штатами и Израилем по вопросу Ирана, и на этот вопрос нет однозначного ответа, вероятнее всего есть разногласия. Американцы, значит, Соединенные Штаты ныне пытаются как-то возродить эту ядерную сделку, так называемую. Израиль пытается воздействовать на это решение, призывая всех благоразумий, потому что не доверяет ни Ирану, ни этим ядерным сделкам и требует более конкретной, и более жесткой позиции и Соединенных Штатов, и других партнеров по этим вопросам. Это с одной стороны. Ну и еще нет окончательного решения или общего знаменателя, но диалог продолжается, вероятнее всего, возить тоже за кулами, и имел место этот вопрос. Что же касается непосредственно Ирана, то Иран действительно разыгрывает свою карту, используя все вот эти политические, скажем, развитие событий вокруг своей особы, и в этом отношении между ними и Израилем идут обмены, ну, хотите, любезностями или ударами, направленные на то, чтобы в конце концов оказать давление, чье на кого. Да, действительно, были упомянуты несколько якобы израильских ударов, нет доказательств, что все они были совершены Израилем, но допустим, если так говорит пресса, и в этом отношении основной вопрос, что имелось в виду, как остановить процесс, скажем, ядерной программы Ирана, или воздействовать на кого-то другого, и, по-моему, тут речь идет, вероятнее всего, о давлении и на Иран, оно очень серьезное давление, доказывает, какие возможности у Израиля имеются, но и параллельно давление на международное сообщество, в частности, на Соединенные Штаты. Да, потому что как раз вот этот взрыв произошел в тот момент, когда проходил визит министра обороны. Ну, я к этому. И в основном давление, оно как раз, по-моему, направлено на Соединенные Штаты, для того, чтобы показать, что не имеет значения, какое решение вы там примете насчет этой сделки, если она не устроит, эта сделка, израильское мнение, израильскую позицию, то придется мировому сообществу наблюдать, как Израиль разбирается с этим вопросом непосредственно, и было сделано несколько достаточно крутых заявлений со стороны израильского руководства, и премьер-министра непосредственно, и министра обороны, и начальника генерального штаба, о том, что Израиль возьмет в свои руки реализацию этого вопроса, и имеет достаточно много своих возможностей, чтобы это реализовать. Вот примерно подход, и данный, скажем, данный удар, последний удар, который, если был уничтожен Израилем, то он доказывает, кроме того, что я уже сказал, направленный на кого, в смысле на обе стороны, он еще доказывает возможности. Возможности они в области, в данном случае, возможности разведки, в области, скажем, спецопераций и так далее, это очень серьезная угроза, потому что, да, даже обладая, там, другими возможностями, я говорю про другие страны, не у всех есть такие возможности, это не впервые Израиль показывает, какие возможности проникновения у него есть, в вопрос информации, в вопросе спецоперации, и напоминаю, изъятие, скажем, документации по ядерным программам. Да, у меня знаменитое ядерное досье, которое было похищено, там, чуть ли не тонны этого материалов. Цви, вот, кстати, в связи с этим у меня вопрос к вам. А на чем основана такая уверенность? То есть, в чем секрет израильской армии, которая позволяет ему столько лет побеждать, сказать, намного превосходящие силы противника, это значит не сказать ничего. То есть, силы противника, которые превосходят его в сотни, а то и в тысячи раз. Это хороший вопрос, потому что нет секретов. Секрет израильской армии, это достаточно прост, это не секрет. Просто он лучше во всех, по всем показателям. Если хотите, в решительности командования, я напоминаю, что Израиль был готов на столкновение с державами, с супердержавами, и это происходило в прошлом, и это достаточно непопулярно, скажем, на этой планете. Это в боевом духе израильских войск, которые на очень высоком уровне, вне всякого сравнения, конечно, с нашими соседними государствами. Это в организации, в системе обороны, это возможности выставить на поле боя всегда больше и лучше оснащенные, скажем, войска. Это в самом вооружении Израиль за период своего существования не только, скажем, сумел вооружиться, а он сумел разработать много технологий, много систем вооружений, которые сегодня, скажем, считаются из лучшими в мире. И, естественно, в основном в тактике и стратегии. Весь этот комплекс, если его обобщить, то получается, что действительно это очень серьезное, скажем, преимущество. И практически сумел, небольшой Израиль сумел выжать из данных величин, я уже не говорю о территории, говорю о населении, экономике и так далее, сумел выжать максимум и выставить на поле боя то, чего другие не в состоянии, кроме, конечно, решительности действий и так далее. И ошибочно полагать, что величина имеет значение. Очень часто люди смотрят на карту и удивляются. Я хочу напомнить, что, допустим, если обратить внимание взор на историю, то никто даже не знает, какой величины была Спарта, где она находится. А смотрите, как она вошла в историю, как военная угроза почти всех тогда существовавших, скажем, вооруженных сил. Я хочу напомнить, что очень небольшие государства сумели создать мировые империи. Кто там помнит, какова величина была тех Англии, Дании, Нидерландов и прочих, и прочих, они сумели. Так что величина не всегда означает возможности и решительности и так далее. Это так к тому. Поэтому, если в данном случае речь идет о обмирании, то он, несмотря на величину на географических картах, он достаточно слаб в военном отношении. Я уже не говорю о том, что в Израиле, вероятнее всего, есть особые возможности в области вооружений, в области спецопераций, в области разведки, естественно, в самих войсках, которые могут разобраться с любым противником в регионе. Это, наверное, простите, добавить, что мало кто знает, наверное, из зрителей, которые смотрят нас не из Израиля, что в Израиле, когда дети достигают призывного возраста, там, 17 лет, когда начинается предпризывная подготовка и начинается, значит, всякое распределение, кто куда пойдет служить, там, прохождение всевозможных тестов и так далее, то самые большие конкурсы это на то, чтобы попасть, служить во всевозможные так называемые элитные подразделения. Это спецназ, это парашютные войска, это авиация, это военно-морской, морской десант и так далее, и так далее. Туда конкурс достигает там по 50, по 100 человек на место. Идет такой отбор, что, поэтому, конечно, там отбирают самых лучших. Это есть боевой дух войск и боевой дух нации, и нация готова ко всем испытаниям, это тоже очень серьезный фактор. А другого выхода нет. Так вот, продолжая, продолжая, так сказать, свой предыдущий вопрос, то есть ситуация, которая складывается вокруг Ирана, то есть, скорее всего, американцы так и будут тянуть кота за хвост, потому что Байден не захочет ввязываться в какие-то серьезные, так сказать, противостояния с Ираном. И, получается, многие, как бы, высказывают специалисты точку зрения, что не исключено, что Израилю придется, как бы, самостоятельно разбираться. Так вы считаете, что вот эти, так сказать, преимущества, эти чудеса, эти тайны ЦААЛа нашей армии позволят все-таки едино, скажем так, в одиночку противостоять в такой стране, как Иран? Ну, я уже, по-моему, ответил достаточно однозначно на этот вопрос. Да, в состоянии, я не рекомендую Ирану, как говорится, попробовать этот вариант. И, вероятнее всего, та страна тоже достаточно хорошо сведомлена об этом вопросе. Я напоминал, что идут противостояния несколько лет в других регионах, именно с Ираном. И Израиль достаточно эффективно громит иранское присутствие в Сирии и еще другие спецоперации проводит. И у Рана очень мало чем ответить на это. Он отвечает, конечно, на риторическом уровне. Очень строго и сурово, но практика понятна. Если дойдет до непосредственно боевого соприкосновения, то ради Бога. Я мне рекомендую. Ну, я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет. То есть, вот эти все переговоры с американцами продолжаются. Но позиция администрации Трампа, которая была известна еще по предыдущей администрации, когда Байден был вице-президентом и когда многие из его команды как раз являлись отцами вот этой самой ядерной сделки, которые сейчас пытаются ее любой ценой спастись. Спасти, как вы считаете, удастся ли Израилю все-таки убедить американцев, что нужно проявить большую жесткость? В противном случае все-таки Иран... Но он пытается сделать, да. Именно это он и делает. И я не исключаю этой возможности. Я хочу напомнить, что в Израиле не все однозначно рассматривают этот вопрос. Есть определенная группа людей, которые считают, что да, следует дать возможность договориться с американцами и другим, с Ираном. И худой мир лучше доброй войны или ссоры. И естественно, даже если это будет не слишком, скажем, выгодная сделка, она все же сделка, которая даст отсрочку на несколько лет. Есть такое мнение. Ну, чем это кончится, я, конечно, не могу знать пока и, по-моему, еще другие тоже не уверены, но именно туда направлены все взоры сейчас. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Цвием Агеном, дипломатом, экс-послом Израиля в России и Украине. Цви, и с праздником Днем Независимости государства Израиля. Для вас это не пустой звук. Вы много лет трудились на эту страну, вы ее защищали, вы на нее работали. А мы продолжаем программу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова